Всем привет! Повторение мать учения нашего третьего занятия. Еще раз мы рассмотрим типы соответствия ключевых слов в текстовой контекстной рекламе Google AdWords. Итак, есть четыре типа соответствия. Широкое соответствие, модификатор широкого, фразовое и точное соответствие. Чем они отличаются? Широкое соответствие. Если вы возьмете ключевое слово, женские ботинки, и вы бьете его в Google AdWords просто без каких-либо обозначений, то ваша реклама будет показываться по всему возможному. Все, что связано с женскими, может быть, даже не знаю, купить женскую кофточку и такое тянет, ботинки, все, что связано с ботинками. Для примера аренда офиса тянет аренда магазинов, аренда складов, аренда вообще все, что связано с аренда оборудования. Поэтому вот такие вот, этот тип соответствия используйте только для низкочастотных и среднечастотных запросов. Как мы уже говорили, низкочастотный запрос – это до 100 запросов в месяц, среднечастотный – это до 1000 запросов в месяц. Если будете брать высокочастотные, да, высокочастотные – это от 1000 и пошло больше, то сольете очень много денег и не получите никаких результатов, никаких регистраций. Второй модификатор широкого. Если мы возьмем женские и ботинки и поставим без пробела плюсик перед женскими, далее пробел, плюсик, без пробела ботинки, то реклама будет показываться по всем возможным словосочетаниям, где используются слова «женские» и «ботинки». Купить женские ботинки во Львове, купить зимние женские ботинки, фото, цены, ну, везде, где есть и это, и это слово обязательно. Ну, и плюс каких-то вариаций, да, женский ботинок тоже будет тянуть. Возможно использовать, хорошо подобрать минус-слова, то есть те слова, по которым ваша реклама ни в каких случаях не будет показываться, может быть, фото, оно вам не нужно, или какое-то ключевое слово, это может быть бесплатно, скачать, ну, смотря какая компания и какой продукт рекламируется. Возможно. Опять-таки, хорошо для среднечастотных, низкочастотных идеально, для высокочастотных можно использовать, но с подбором минус-слов. Третье, фразовое соответствие. Если мы возьмем женские ботинки, то он уберется в такие кавычечки. Реклама будет показываться по слову «женские ботинки», и все, что идет, все любые запросы до, либо после. Купить женские ботинки в Киеве, купить женские ботинки недорого. То есть в середине ничего цепляться не будет. Если в модификаторе широкого у нас могли какие-то слова попадать и в середину, то здесь этого не будет. Также может быть там женский ботинок, да, одиничный, одни нам, но жена до украинской, потому что украинская школа. То есть должно тоже цеплять. Ну, лучше разделить, чтобы можно адекватно реагировать по цене за клик. Потому что может быть разная конкуренция. Вообще отличная штука. Постоянно пользуюсь фразовым соответствием. Минус-слова тоже, конечно, нужно использовать, если там плюс скачать или что-то еще хорошо бы. Ну, классная штука. Точное соответствие. Это когда вы берете фразу в квадратные такие скобочки, то ваша реклама никак не будет по-другому показываться, кроме фразы «женские ботинки». Вот именно буковка в буковку. И никак по-другому. Обычно точное соответствие, оно дороже, если мы будем использовать какие-то, ну, вот натяжные потолки Киев, да, если мы возьмем в точном соответствии, то будет ориентировочно около 25 гривен за клик. Если возьмем в фразовом соответствии, то можно туда попасть около 17-15 гривен за клик. Ну, здесь Google думает, да, что это будет слишком целевой запрос, поэтому поднимает ставку. Ну, точное соответствие используем не так часто, но используем, опять-таки, смотря какие цели компании. Чаще всего это фразовая и модификатор фразовая с использованием минус-слов. То есть и там, где слишком ключевые слова очень высокочастотные, где мы знаем, что минусовку нужно подбирать тысячами, 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 там берем точное соответствие. И мы знаем, что это ключевое слово нам обязательно нужно в рекламе. То есть, ну, вот это то, что основное, без чего вообще стартовать текстовую контекстную рекламу невозможно. Всего хорошего!